Всем привет, я Марина и с вами Школа Сакрамел Бывало ли у вас такое, что вы платили дорого за некачественный маникюр? Сегодня у меня именно такая модель, которая в салоне заплатила за процедуру маникюра 3,5 тысячи рублей А нам предстоит все это разгребать и выполнить преображение Поехали! Ну что, посмотрим с вами на эти ногти Ну если не учитывать то, что они так сильно отросли, может быть они изначально выглядели нормально Но сейчас, если присматриваться, то спустя 3-4 недели они выглядят, мягко говоря, убитыми Если посмотреть изнутри, то можно увидеть огромные ступеньки от предыдущего наращивания По точкам вроста на многих ногтях трещины Потому что укрепляли не гелем, а базой Она не могла выдержать такую нагрузку, которая есть на свободном крае Помимо этого мы видим пропилы в зоне кутикулы Бугры из материала Видно, что укрепление выполнено некачественно И да и в целом маникюр выглядит некачественно Ну или по крайней мере не соответствует цене, которую за нее заплатила модель Поэтому давайте-ка сейчас мы будем все это снимать до тоненькой подложки И будем выполнять преображение Вот этот пальчик, видимо, в прошлый раз сломался и мастер его нарастил Тут как раз-таки выполнено наращивание то ли полигелем, то ли гелем обычным Поэтому мы с вами видим такой розовый ноготочек Наша задача снять до тоненькой подложки и убрать все имеющиеся отслойки А на этом пальце была трещина и ноготь отвалился Почему? Опять же по той же причине, что свободный край перевешивал Пошла маленькая трещинка, ну и потом модель где-то зацепила и ноготочек полностью отломался Наша с вами задача снять подложку и убрать отслойки А когда я снимала покрытие на этом ногте на большом Я даже была слегка шокирована, потому что увидела вот такой изменившийся цвет ногтевой пластины Сначала я было подумала, что что-то с ногтем Но потом, когда начала снимать, то поняла, что это всего лишь покрытие И у меня сразу был вопрос, а почему предыдущий мастер полностью не снял это коричневое покрытие? Почему он его оставил? Кстати говоря, я спросила у модели, а ты сама выбрала красный цвет оттенка гель-лака? Она говорит, нет, это мастер сказал, что это единственный цвет, который перекроет мой коричневый оттенок До этого было выполнено наращивание, вот какой-то был дизайн с таким коричневым оттенком Я уж не знаю, что там было В общем, его так и оставили Поэтому самый главный принцип, если мы выполняем коррекцию, это убрать старый материал, чтобы он нам потом не мешал А что, представьте, если моя модель захотела бы френч-покрытие у этого мастера И она такая сказала бы, а я не могу все снять, там у вас коричневые ногти Но, ребята, это входит в процедуру маникюра и коррекции ногтей, поэтому снимаем до тонкой подложки Мы можем не снимать на кончике, если планируется поднятие клюющего кончика Поэтому где-то на свободном крае я оставила этот коричневый цвет Потому что впоследствии, после выпиливания, после придания формы, этот коричневый цвет уйдет Вот, то есть, чтобы вы понимали, почему такие коричневые кончики у нашей модели Ну, а мы пока выполняем комби-маникюр, стараемся очень аккуратно работать красной насадкой Потому что кутикула небольшая, тоненькая Смотрю, что есть предыдущие пропилы, поэтому стараемся идти именно под кутикулой А не приподнимать еще выше этот пропил И после этого выполняем срез Дорабатываем наш маникюр Телекон-корбидным шлифовщиком шлифую кутикулу, внутреннюю ее часть Убираю часть птеригия И у нас получается такой очень красивый, заполированный, зашлифованный валик Уже абсолютно по-другому эти ручки выглядят Нравятся мои ролики? Хотите знать больше о маникюре? Приглашаю присоединиться и получить доступ к базе знаний школы Сокрамел Более 20 видеокурсов по цене одного с получением сертификата Они доступны по всему миру Подробнее читаю в описании Вот знаете, иногда покрытием реально можно испортить внешний вид ногтей Вот, например, приходит клиент У него красивая узкая ногтевая пластина Накладывают горы материала или же неправильно наращивают Например, ставят формы вниз И ногти получаются клюющими Если много материала, ногти получаются некрасивыми, объемными и увесистыми А наша задача все-таки подчеркнуть красоту ногтей И справить их где-то в каком-то моменте, чтобы они были идеальными Убираем всю пыль и видим чистейший маникюр Обожаю этот момент преображения Вот такой исходник Где-то мы сняли прямо до тоненькой подложки Где-то виден коричневый кончик Где-то остался свободный край В общем, такая объемная работа Будем выполнять восстановление архитектуры И предварительно наношу подложку из прозрачной базы Восстановление будем выполнять при помощи верхних форм Подбираю их нужного размера по ширине ногтевой пластины Затем промазываю гелем форму Беру шарик материала Кладу его по центру и распределяю По правилам моделирования У кутикулы материал сходит на нет И теперь устанавливаем на ногтевую пластину Поскольку ноготь трапециевидный и указательно растет вниз Ставлю с небольшим отступом Есть даже небольшой воздушный пузырик Из-за того, что ноготь растет вниз Но ничего, мы его выпилим И затем в зоне кутикулы добавим еще материал Если поставить формочку на вниз растущей близко кутикуле То возможно получится эффект вверх растущей ногтевой пластины Также закладываем материал Устанавливаем на среднем безымянной Полностью наращиваем с нуля И отправляем в лампу на просушку на полную полимеризацию Потому что фонарик только слегка зафиксировал У нас материал в зоне кутикулы У нас получаются такие как черновички Теперь нам нужно уже придать форму И затем уже добавить материал в зоне кутикулы Потому что сейчас ноготочки достаточно плоские Изнутри тоже у нас такие изнаночки смешные Где-то торчит натуральный ноготь В общем, придется попилить Для того, чтобы приподнять клюющие ноготки На указательном выпиливаем имеющийся пузырик А там, где поставила поближе форму Небольшую ступенечку в зоне кутикулы Ну и теперь придаем форму У нас заостренный миндаль Самое главное в опиле не снести нижние параллели Опиливаем прямую и плавный подъем вверх И можно слегка зашлифовать получившиеся ребрышки по боковым сторонам Чтобы ноготок был более узким И не забываем сравнивать длину После этого обрабатываем изнаночки И выпиливаем толщину Беру ту же твердоспадную насадку с фиолетовым кончиком И выпиливаем весь этот коричневый гель Который был до этого Наконец-то модель от него избавилась Ну и делаем изнаночку более гладенькой Вот такой она получается Запечатан натуральный ноготь И ничего не должно отслаиваться Также изнутри можно дополнительно покрыть материалом Чтобы уж точно все прекрасно держалось Все, теперь мы с вами видим и форму, и изнаночки чистые Но все-таки недостаточно материала в зоне кутикулы И мы видим, что ноготочек еще пока плосковат То есть он может тоже сломаться по точкам роста Поэтому задача добавить небольшой объем Только лишь в зоне кутикулы Очень близко материал не ставлю Все равно небольшой отступ Буквально 1-2 мм Чтобы был плавный переход И растушевываю на себя при помощи тонкой кисточки Чтобы не перенести большое количество материала на кончик А деликатно поработать Можно слегка подшлифовать поверхность Если где-то получилось неровно Если все хорошо получилось, тогда оставляем так И не забываем заложить тот самый пузырь Который мы выпилили до этого И теперь приступаем к дизайну Поскольку эти ногти выполнялись еще до нового года То у нас тут будет небольшой новогодний дизайн праздничный Сделаем стилизованный френч Для этого использую кисточку с тонким и длинным ворсом У нас будет получаться одна половиночка фиолетового оттенка А с другой стороны мы будем рисовать полоски светоотражающим гель-лаком И тогда при определенном освещении наш маникюр будет очень красиво блистать Вот такие две деликатные полосочки Средние по толщине Можем их слегка прихватить фонариком на каждом пальце А затем уже досушивать в лампе всю руку Ну и добавляем где-то снежинки, где-то звездочки В общем, такого немного праздничного настроения Сначала рисуем лучики под нашу звездочку И затем при помощи дотса Либо у меня такая силиконовая кисточка Ставим точки Уже снежинка смотрится очень интересно Добавим стразики для того, чтобы еще больше был перелив И на большом пальце рисуем большую красивую пушистую снежиночку Вот и все Теперь мы можем перекрывать топом Средний слой, чтобы перекрыть объем полосок И не забываем пройтись топом изнутри И вот такой эффект у нас получается Понравился сегодняшний результат? Поставьте пальчик вверх Смотрите и другие видео на канале с преображением А я желаю всем успехов в работе Счастливо! Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok